Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 31 июля и губернатор Анталии Эрсин Языджи сообщил о новом установленном рекорде по числу прибывших с начала года туристов. Курорт посетили 8 миллионов 11 тысяч 828 отдыхающих. 29 июля также был поставлен рекорд по числу прилетевших в провинцию самолетами. Более 100 тысяч человек. Большую часть из них принял аэропорт Анталии. В провинции есть еще один аэропорт Газипаша в получасе езды от Алании. Подсчет ведется по двум воздушным гаваням, но на последнюю приходится незначительное количество путешественников. В общем же турпоток растет и естественно, что при таком объеме туристов происходят несчастные случаи. Причем это может случиться в любой стране, но когда на родине не вызывает такого резонанса, как если это происходит с иностранцами на отдыхе. Вчерашний день был очень тяжелый как для местных жителей, так и для туристов. Произошли сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с пассажирскими автобусами. Есть погибшие и пострадавшие. Первая трагедия случилась в провинции Карс. На горной дороге водитель не справился с управлением и автобус рухнул с 50-метрового обрыва. Погибли семь человек, 22 получили травмы. Одного тяжелораненого госпитализировали на вертолете. Все пассажиры автобуса – местные жители. На место аварии прибыли большое количество карет скорой помощи и бригады спасателей. Эвакуация людей усложнялась горной местностью. Параллельно с этим в Алании в аварию попал микроавтобус с туристами из Казахстана. ДТП случилось утром на трассе Д-400 возле поселка Окурджалар. Микроавтобус, направлявшийся в аэропорт Анталии, на большой скорости врезался в стоящий грузовик. Произошло это на светофоре. Удар был такой силы, что передняя часть автобуса полностью смята. Погибли два человека – водитель, местный и гид, гражданка Украины, которая сидела впереди, рядом с водителем. 12 туристов получили травмы различной степени тяжести. Изначально состояние шести человек оценивалось как тяжелое. Пострадавших экстренно доставили в медицинские учреждения Алании и Манавгата. В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о самочувствии туристов на данный момент. Два человека находятся в состоянии средней тяжести. Их прооперировали и оказывают должный уход. У остальных десяти, среди которых четверо детей, состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет, но они остаются в больнице. У всех туристов имеется медицинская страховка. Для выяснения обстоятельств и состояния здоровья граждан казахстанский консул вылетел в Анталию, где посетил медицинские учреждения и встретился с пострадавшими. Это происшествие вызвало бурное обсуждение в казахстанских СМИ и соцсетях. Пользователи уверены, что аварии случаются из-за усталости водителей. В летний период у них большая нагрузка. Они совершают по несколько рейсов в день на дальние расстояния и не успевают отдыхать. С этим сложно не согласиться, но невозможно объяснить поведение таксиста, который все в той же Алании напал на туристов. Семья Хансен приехала на турецкий курорт из Норвегии полным составом пять человек – папа, мама и трое детей, 7, 14 и 15 лет. Туристы решили посетить главную достопримечательность города – крепость Клеопатры. Из района оба хотели доехать туда на такси. Водитель запросил за поездку 600 лир. Отдыхающие попытались договориться на более разумную сумму, предложив 300 лир или же оплату по счетчику. Однако водитель настаивал на своей сумме и отказывался включить счетчик. Когда Хансен решили обратиться к другому таксисту, первый последовал за ними с оскорблениями и угрозами. Чтобы защититься, глава семейства решил записать происходящее на телефон и сказал, что обратится в полицию. На что таксист схватил арматуру и стал бить мужчину и женщину. Они получили удары по спине, рукам и ногам. Старший из детей также оказался под угрозой нападения. Туристам ничего не оставалось, как спешно скрыться, и первым делом они обратились в больницу, чтобы получить медицинскую помощь и зафиксировать побои. Далее не уточняется, обратилась ли семья в полицию, но эмоциональное сообщение главы семейства попало в СМИ. Мужчина сказал, что они каждый год приезжают в Аланию на протяжении 10 лет и ни с чем подобным никогда не сталкивались. Отдых испорчен, нанесен физический вред здоровью родителей и моральный детям. После случившегося семья вряд ли еще когда-нибудь приедет в Турцию, но даже если и вернется, то не будет пользоваться услугами такси. И вот тут мне подумалось, а как же перемещаться по городу? Есть, конечно, вариант автобуса или аренды автомобиля, но и это не гарантирует отсутствие неприятных ситуаций. Видимо, жара сильно действует на людей, и в последнее время произошли несколько конфликтов у пассажиров с водителями автобуса. Причем это были не туристы, а местные жители. Уже не помню, что им там не понравилось. Если честно, я особо не зацикливаюсь на такой информации, потому что курьезы случаются часто. И рассказывать обо всех не имеет смысла. Но точно помню, что водитель в порыве гнева просто бросил автобус посреди дороги в Анталии и ушел. А если вдруг случится ДТП на арендованной машине, то ситуацию могут выкрутить так, что это обойдется в стоимость автомобиля. Кстати, владельцам автомобилей в Турции приходится не сладко, и машина уже стала не средством передвижения, а средством роскоши. Топливо дорожает каждую неделю. Плюс к этому появилась информация, что планируется введение дополнительного налога на транспортные средства для удовлетворения потребностей в финансировании последствий землетрясения, произошедшего в Кахроман-Мараше 6 февраля. Объяснение вполне объективное. Это говорит о том, что денег на восстановление пострадавших провинций не хватает. А впереди зима. Дополнительный налог будет начисляться один раз и составит 100% от стандартного. Оплату можно произвести двумя равными частями. Первый взнос должен быть внесен до конца месяца следующего за тем, в котором примут решение. Налог затронет все наземные, воздушные и водные транспортные средства, зарегистрированные на момент публикации закона, а также те, которые будут зарегистрированы до 31 декабря текущего года. В таких условиях рассчитывать на адекватные цены такси и всего остального точно не стоит. И как рекомендуют специалисты. В случае возникновения любой спорной ситуации не стоит раздражать турок. Не кипятитесь и не доказывайте свою правоту. Без лишних слов и эмоций постарайтесь свести проблему на нет. И до свидания, до следующего выпуска. Не забывайте поставить лайк.